Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня я расскажу о нашем здравоохранении. 25 марта 2020 года Белорусские государственные информационные агентства со ссылкой на глобальный рейтинг безопасности здоровья сообщили о том, что национальная система здравоохранения вошла в топ-50 по своей эффективности. Глобальный рейтинг безопасности здоровья – это совместный проект Центра безопасности здоровья имени Джона Хопкинса США и Американской некоммерческой инициативы по сокращению ядерной угрозы. Согласитесь, новые данные об эффективности белорусского здравоохранения – это достаточно обнадеживающий факт на фоне мировой пандемии по распространению вируса COVID-19. Но что интересно, в начале года, накануне вспышки коронавируса, та же самая организация, представляя глобальный рейтинг безопасности здоровья, определила Беларусь только 108 место. Так чему и кому верить? Как так случилось, что за несколько месяцев белорусское здравоохранение в глобальном рейтинге безопасности здоровья переместилось почти на 50 пунктов вверх? На фоне распространения коронавируса по всему миру мы стали свидетелями еще одного явления, а именно нагнетания паники и дезинформации вокруг этой эпидемии. Это значит, что оценивать новые данные, представленные далеко не всеми информационными ресурсами, многие будут достаточно критично. Но начнем с того, что рейтинги – это вообще вещь довольно субъективная. Например, в 2018-2019 годах две не менее авторитетные международные исследовательские организации Bloomberg и журнал Geowold поставили Беларусь по уровню развития системы здравоохранения на гораздо более высокие позиции, а именно на 49 место и 57. По данной рейтинговой шкале это намного выше, чем уровень организации систем здравоохранения во многих странах, например, в США. А вот в итоговом докладе глобального рейтинга безопасности здоровья за 2019 год наиболее высокие оценки получила именно Америка. Но дело не в этом. В 2019 году основной целью аналитического исследования проекта «Глобальный рейтинг безопасности здоровья» было установить, насколько вообще страны готовы отреагировать на вспышки болезней. Поэтому забудем на секунду о цифрах, которые определяют положение страны в рейтинговой шкале и обратим внимание на некоторые выводы авторов доклада, сделанные в конце прошлого года. Прежде всего, это неутешительное заключение о том, что ни одна страна в мире не готова полностью к эпидемиям и пандемиям. Биологические угрозы, естественные, преднамеренные или случайные, в любой стране могут представлять угрозу для здоровья населения мира, международной безопасности и мировой экономики. Увы, эти выводы оказались пророческими, и мы их уже наблюдаем. Но интересные оценки этого исследования по ситуации в Беларуси. В обширном оценочном листе, охватывающем разные сферы работы системы здравоохранения, самые высокие баллы наша страна получила по степени уязвимости для эпидемии, а также быстрой реакции на возможные риски. И последнее событие подтверждает, что это так. Судите сами. По общему количеству заболевших мы находимся где-то во второй сотне среди всех стран. По количеству и оперативности сделанных тестов на коронавирус Беларусь вошла в топ-десятку. Отсутствует сообщение о нехватке препаратов, недостаточности квалифицированного персонала. Заявления о перебоях с масками, перчатками и другими противоэпидемиологическими аксессуарами носят единичный, порой провокационный характер. И что не менее важно, это четкая и последовательная позиция властей. Как отметил глава государства, мы пытаемся действовать профессионально и точечно. Министр здравоохранения Владимир Караник еще месяц назад сделал официальное заявление о том, что белорусы могут быть уверены, в стране созданы все условия для выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним. По сообщениям властей, в нашем регионе количество инфицируемых минимально, и медики уверены в том, что контролируют ситуацию. Кстати, за последние 10 лет количество медицинских работников на Гомельщине увеличилось на полторы тысячи человек. По количеству врачей на душу населения, наша область занимает сегодня третье место в стране. И это достаточно профессиональные кадры, которые, по мнению главного санитарного врача области Александра Тарасенко, дополнительно выделяются финансовые средства для закупки средств индивидуальной защиты медицинским работникам и необходимого оборудования для того, чтобы наша лаборатория, которая областная, областного центра генопедемиологии проводит исследования на COVID-19, могла не только быстро, но и в большем объеме проводить исследования. Но пока такой необходимости нет, но мы всегда должны быть готовы. У белорусских врачей есть опыт, как противостоять эпидемиям. Вспомним события 2018 года, когда резко возросло количество заболевших корью. Например, в Украине количество инфицированных этим заболеваниям перевалило тогда за 50 тысяч человек, а в Беларуси было зарегистрировано всего 235 случаев. Так что опыт, как эффективно противостоять различным инфекциям у нашего здравоохранения есть. Плюс обеспеченность персоналом и оборудованием на душу населения значительно выше, чем у соседей и близких и дальних. Для сравнения, в Польше на одного человека приходится в два раза меньше врачей, чем у нас. Говорят, что критические ситуации хорошо выявляют истинное положение дел. Время покажет. Но скачок белорусского здравоохранения в глобальном рейтинге безопасности здоровья на 50 пунктов вверх именно в то время, когда в мире разгорается эпидемия коронавируса, это не фейк и не государственная пропаганда, а объективная реальность. Это были цифры и факты с Натальей Волынец. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова